Привет, друзья! Многие спрашивают, что у меня есть только дома один турник, как накачать все свои мышцы только с помощью турника, потому что нет ни гантель, ни штанги, ни брусив, ничего. И сегодня я вам это покажу, как прокачать каждую группу мышц только на турнике, используя только турник. Но, естественно, ноги мы не будем качать, потому что на турнике это невозможно. Конечно же, в основном стандартное упражнение, которое выполняют люди на турнике, это подтягивание обратным хватом и прямым хватом. Но есть также много разных вариаций, как прокачать и другие мышцы. Первое упражнение – это подтягивание с широким хватом, обычное. В этом упражнении в основном работают широчайшие мышцы, то есть вот эти мышцы. Следующее подтягивание – это подтягивание с средним хватом. Беремся с средним хватом, примерно, может быть, на уровне плеч, может, немножко пошире капельку, но вот это средний хват. В любых подтягиваниях вы должны осознанно концентрироваться на ваших мышцах. То есть не просто руками тянуть, а должны тянуть спиной. Следующее упражнение на спину – оно будет прокачивать по одной широчайшей мышце. То есть мы будем всю нагрузку переносить с одной на другую. Делается так. Теперь на другую. В этом упражнении, конечно же, прокачиваются широчайшие мышцы. И мы должны максимально концентрировать всю нагрузку на широчайшие мышцы. То есть не руками просто тянуть бицепсом, а широчайшие мышцы. Для этого мы должны немного выгнать спину, и тогда мы будем тянуть широчайшие мышцы. Следующие подтягивания, они такие необычные. Они будут прокачивать центр спины, а также верх спины. Делаются они так. Берется средним хватом, либо узким. Выгибается максимально спина. Голова закидывается назад. И подтягиваем спиной. До самого конца бомбить не надо, потому что там уже включаются бицепсы. А делаем где-то, ну вот, до такого уровня. Чтоб работала только спина. Да, я еще забыл одно упражнение на спину, это подтягивания за голову. Обычно делается с широким хватом, даже не средним, потому что средним нереально делать будет. Широким хватом повисаем, тело прямое, смотрим вперед. Вот таким вот образом. Так, со спиной закончили. Хоть есть еще несколько парочек такой вариаций подтягиваний на спину. Но мы продолжим. Следующее, это мы будем прокачивать бицепсы. На бицепсе есть два хвата. Средний хват. Вот такой вот. Чем шире вы беретесь, тем больше прокачивается внутренняя часть головки. Потому что у бицепса есть два пучка. Идет вот тут, левый и правый. Чем шире мы беремся, тем больше левый прокачивается. Чем уже, тем больше правый. Так что, если узким хватом беремся, то больше будет идти нагрузка именно вот на правый. Ах, сил уже нету, короче. Так, с бицепсом разобрались. Теперь идет трицепс. На трицепс мы будем делать суперсет. Это отжимания из-за спины на турнике. А также отжимания узким хватом от пола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть еще такая вариация упражнения на трицепс. В этом упражнении тело нужно стараться держать прямо, когда вы отжимаетесь на трицепс, чтобы работал именно трицепс, а не грудь. На грудь мы будем выполнять суперсет. Погнали! В этом упражнении нужно максимально наклонить свое тело вперед, чтобы работала именно грудь. Будет работать низ груди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моментально переходим к отжиманию. Широким хватом. Остановка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий мы будем прокачивать плечи. Это частичные подтягивания на турнике. В нижней фазе мы не должны фиксировать наши локти, а в верхней фазе мы не должны на максимум подтягиваться. Поэтому они называются частичные. Смотрим, как это выполняется. Беремся средним хватом, где-то вот таким, на уровне плеч. Подтягиваемся вот досюда. Это максимум. Вниз опускаемся вот так где-то, чтобы постоянно плечи в напряжении были. В верхней фазе мы фиксируем немного. То есть смотрите, как это выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этого спину немного назад нужно выгнать. И стараться тянуть как будто бы плечами. То есть не спиной, не бицепсом, а плечами. Это больше похоже на такую лодочку. Вы не подтягиваетесь больше, а как будто вот так немного. То есть не прямо вот так, а вот туда. И как раз работают плечи. Ну что, если я ничего не забыл, то осталось у нас только пресс. На пресс есть несколько упражнений. Четыре даже, я сказал бы. Может, больше, но я покажу четыре. Поехали. Так, упражнение для новичков. Сгибаем ноги в коленях и делаем вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь упражнение для продвинутого уровня. Вот такие. Ноги прямые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упражнение для самого продвинутого уровня, я бы сказал. К турнику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, я очень сильно устал после всех упражнений. Смысл вы поняли. Еще два упражнения на косые мышцы. Первое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это для новичков второе, для более продвинутого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все, типа. Этого вам хватит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и качайте большие мышцы. Мощные. Просто мощь и пресаг. Вот так вот. Все, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА